Возвращение Мартина Скорсезе на Каннский кинофестиваль после почти 40-летнего отсутствия получилось триумфальным. Показ в субботу последней картины 80-летнего режиссера «Убийцы цветочной луны» завершился 9-минутной овацией стоя. «Убийцы цветочной луны» – первый опыт Скорсезе в жанре вестерн. Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Фильм показан в Каннах вне конкурсной программы. В субботу были показаны два фильма, претендующие на золотую пальмовую ветвь. Мелодрама «Банель и Адама» повествует о жизни двух влюбленных в отдаленной сенегальской деревне. Все роли в картине исполнили непрофессиональные актеры. Один из главных претендентов на награду – фильм Тодда Хайнса «Май-декабрь», в котором снялись Натали Портман и Джулиана Мур. Фильм рассказывается об актрисе, изучающей семейную жизнь бывших ученика и учительницы для будущей роли и исследуется скрытая сторона женской сексуальности.